Сегодня у нас 23 сентября 2020 год. А вот здесь вот морковка стоит в мешках. Это матушкина, матушки Людмилы. Сегодня у нас занимаемся хоть и день такой не очень светлый. Доздики иногда накрапывают. Это мои от мотоблока колеса. Я там на огороде взрываю фрезами. Под грядку делаю. И вот тут братья сейчас занимаются уборкой морковки. Выкапывают. Скорее всего уже, наверное, заканчивают. Сейчас я посмотрю. Это вот тут малинка растет. Здесь у нас картошка была. Тоже помогли братью выкопать. К сожалению, очень плохо было, потому что жук съел ботву, а кучу ли очень плохо. И под дождями еще дожди пошли и размыло. Еще потом примерно все скосили. И в концовке пришлось искать эту картошку. Вот они. Сергей копает. И на Тихон сейчас смотрю тоже. Там Виталий он трудится. А Вячеслав где? Не знаю. Не видел, да? Вот тут морковочка. Вот она лежит. Красавица. Вот, уже растрескалась. Ну, она будет, как матушка советует, наверное, мыть ее. Сушить. И в газету закладывать газеты. А, вон брат, я говорю, где брат Вячеслав? Оказывается, здесь. На, вон, покажи. Что, морковку? Хорошая, правда? Угу. Боже, зал. Зал, хороший. Как раз сам на терку пойдет и все. Я уже Вячеслав сегодня одел. Смотри. О! Сперва одел так? Потом думаю, ладно уж. Перестарался. Думаю, так вот сегодня. Поскорбнее. Болго, бил, болго, бил. Потому что в кепке холодновато все-таки. Конечно. О, какой бокатырь, смотри. У тебя шапки нет, говорят, отбыл. Второй-то? Да. Нету. Да, да все, все уже. Мне Господь позаботился, не переживать. Все, все закончим. Это вот все сейчас идут мешки, это твои. Сегодня нам надо, пока еще дождя большого нету. Сейчас только закончим. Почему мои-то? Мешки выбирайте без нас. Мы берем несколько мешков и... А это мои мешки, Виталь? Это же матч? Только вот эти сначала сложить. Да, он имеет в виду вот это вот. Ага. Да, Бог дает как. Спасился, Сос, матушку она тут с тобой. Вместе сажали. Да, она... Подсказывает, где и как. Побудил меня столько насыщений. Я бы столько не насыщен. Посчитал бы это лишним. Семена там у нее, где там, ведрами стоят. Она же каждый год садит на семена морковку старую. Она вырастает к осени, она потом семена собирает, сушит, потом органцовкой обрабатывает. И потом... У меня всегда запасы большие. Она раньше на этом деньги делала, на этих семенах. Много садила на рассаду, на семена вернее. И потом эти семена сдавала, куда надо там. Всякие у института эти. Оттуда уже увидим, вот там по магазинам делать что. Там пчелы у тебя. Колонка-то одна, две? Одна. Вот они... Да. Это матушка, но не мое. Теперь куда зимой девать их? Вот вопрос. Лето-то заканчивалось. Вчера был день равен ночи, 22 октября. 12 на 12. У-у, смотри, что делать. Сентября. Какая идет падера, падера. До 2, 22 сентября. До 2 сентября, да-да-да. До 2 сентября. День равен ночи. Равноденствие называется. Да. Я слышал такое, насколько достоверно. Вот как только день начинал прибавляться, а был какой-то свой там такой же это. Сироптик-то. И царю обязан был прийти и сказать, там как-то навеличать его. Царское величество. День прибавился. Ему что-то давали, ищут выпить. И что-то там рублили, что-то. А как только день начинал убывать, он говорил, ему одна пледь полагалась, это, еще что-то. Вот интересно как. Я в это поверил, что так и было. Это как в армии традиции. Чудить. А сейчас шучу. Сейчас не разучились чудить. Вы морковку без нас соберете, мы сразу уходим туда. Видишь, что у вас совсем немного осталось. Ну что тебе, тут у нас нормально. Значит, со мной пойдет Вячеслав. Если вы как-то сделаете, кто-то к нам пойдет пусть навстречу. Идти мимо Глушкова. Чтобы не разойтись. На огородчик копать, там тоже морковка. А мы возьмем, сразу в мешки там положим, а потом... Это хорошее. Созрюте, да, и все. Там, где крещение идет, вон, хранится. Я думал, они куда уходят вообще. Не, ну что-то от погоды-то есть. Удейте, что? Нет, другой не будет. Вот, смотри. Пришел сюда... Мелочь. Сейчас Николаев, Астахов. Где работу дайте мне? Я говорю, а там по аппаратуре, по фотографии, много? Много. Иди-ка, где? Пришел, молодец. Пришел. Я сказал, что кем был хотел. Молодец. Слушай, мы виденья, виденья пошли, скажи. А мне-то... Смотри, как идет, вот идет. Ветру. Ну, посмотрим, как мы закончим с тобой, давай. Мне сон... Два раза вы во сне снились, два раза. Два раза что? Во сне вы мне снились два раза. Один раз мне снилось, что я стою в комнате, и вокруг меня какие-то черти-бесы прям прыгают, досаждают сильно. Я даже не знаю, как от них избавиться. И вдруг появляется Игнатий Тихонович, мою руку берет вправо и начинает меня моей рукой крестить. Моей. Ты что, говорит, крестное знамение на себя не накладываешь? И за шею у меня так раз, и поклон делает. За шею. Капюшон, брат, одень, а то у тебя промокнет шапку. Да, все-то разное бывает. Ну, со сном надо бороться, потому что грех идет всегда в паре с чем-то. Среболюбие, как правило, с жадностью, сон с гудом. Он опасный сон. Сергей Павлович, одень капюшон, а то промочит шапку. Излишне, конечно. Вот, к концу дело походу. Заводим их на ковушку. Вот, ассад. Пойду, а эту, а эту, шинель. Все. Ну, пошли, переждем. Не, этот дождик колысину намочит. Надо уходить, а то промокнет точно. Господи, слава тебе. Да будет благословенное это поле. И с вермой отправь. Мужчина, делись со своими мужчинами. Тебе, Господи, слава за все. Отец, святой дух, аминь. Ой. Вы подождет, а не ходите, а то промокнете. Пойдем. Мы не боимся ничего. Ну, конечно, не боимся. Нет, пошли. С нами кто идет? Ты? Нет. Ну, все, тогда мы пока двое идем. Мы пошли пока. Переждите давайте дождик, а то промокнете на твой. Нет, а вы-то все до сюда остались. А дождик такой... Я не буду. Давайте мы сейчас дойдем всем туда. Пойдем. Так, мешки нам надо. Мешки где? Здесь. Вот. Только вы возьми мешков. Сколько вам мешков здесь донес? Он тоже не кончается. Видишь, уже все. Я пойду шинель надену, я весь промокну. Спасибо. 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 Спасибо.